Снова добрый день, меня зовут доктор Хуршит, я чельсенцевой хирург, в Ираке работаю. Спасибо ребятам и наши коллеги здесь, чтобы меня пригласили участвовать в таком прекрасном форуме. У меня не так подробно, как все морфологи, узисты, МРТ, они все так подробно шли. Думаю, ничего такого для меня не осталось, кроме как показывать несколько случаев, несколько слов сказать. В общем, как факты, которые мы уже знаем про слюнные железы. У меня доклад называется, конечно, все на английском, но думаю, большинство из аудитории, они русские. Поэтому я попробую и стараюсь на русском объяснить. Если что-то непонятно, скажите на английском, говорите, у вас ребята переводят и посмотрите, как будет. Удаление доброкачественных опухолей, околочной слюнной железы, подходы и, как называется, outcomes, выводы или лечения, или что получается у нас. Конечно, я старший научный сотрудник в так называемый Курдистанский борт для медицинских специалистов. Это один из высших учреждений по специализации врачей в Ираке. И я работаю в больнице Расгари и в центре НОВА. Как эпидемиология, многие уже говорили о эпидемиологии опухолей, солюнной железы. Мы знаем, где-то 3% всего опухолей, которые находятся или случаются в голове и шеи, это относится к группе солюнной железы. Среди этих из доброкачественных опухолей где-то 80%. Это по данным, конечно, это систематик ревью. Все большинство вот этих вещей, которые здесь я показываю, это не артикл отдельный, это как систематик ревью, который люди уже прошли и посмотрели, что есть. Среди этих полиморфные аденомы, они составляют до 45 до 74% всего опухолей солюнных желез и 65% они находятся именно в околошной солюнной железе. Вартин стюмор, думаю, по-русски тоже называется вартин, да? Вартин стюмор. Он увеличивается день за днем. И причина такой увеличения, он даже сейчас, по новым данным говоря, где-то около 30% они могут видеть вартин стюмор. Это очень много по сравнению с старыми данными. И чем объясняется, это говорят, что люди сейчас лучше живут и дольше живут. Поэтому они, как бы, это опухоли уже старых людей, стариков, поэтому так появляются. Не знаем, насколько это потом утверждается или действительно это всего лишь объяснение, какое-то объяснение. Если мы говорим о злокачественности этих опухолей, мы знаем, в общем, 15 до 30% находятся именно в околошной, 40 до 45% это подчелюстной, 70 до 90% это подъязычной. И это надо отметить, и это надо знать, потому что, как, думаю, Олга Гервина сказала, что в любой момент, когда вы видите, что какой-то опухоль находится именно в подъязычной слюнной железе, в первую очередь надо уточнить то, что это не злокачественные. Потому что большинство злокачественных опухолей, они там именно и случатся. Поэтому надо это уточнить. 50% из локачественных опухолей, они находятся именно у маленьких слюнных желез. Если мы говорим про распространенности вот таких опухолов, которые есть часто, больше всего встречаются микроэпидемоид карсинома, аденоидсистый карсинома. И это почти везде. И потом показываю наши данные, иракские данные, такая же подтверждается и в России, и в зарубежном, и везде. В Ираке, как статистика, некоторые научные работы показали, что доброкачественные опухоли именно в Ираке, как гистологический тип у них, пилиморфоаденома, потом вартинстюмер, самый распространенный. А среди злокачественных, аденоидсистый карсинома, это самый распространенный вид. Другие статистики показывают, включено было 37 случаев злокачественных опухолей. 24 из них были доброкачественные, из всего 62 случаев в общем. И большинство вот этих доброкачественных, которые были, они были пилиморфоаденома. А из злокачественных был микроэпидемоид карсинома. Вот то, что вот эти данные показали. И где-то 69% они находились именно в околошной силеной железе. И наша практика такой же подтверждает, потому что мы чаще всего увидим пилиморфоаденома, уартинст, карсинома и микроэпидемоид. Другие пока, как минимум, я не встретил еще в своей практике. В городе Эрбиль, где я нахожусь и я работаю, была проведена работа именно по всякие вот эти повреждения силеной железы. И там показано, как бы воспалительные процессы где-то 19%, 80% были как опухоли, можно их читать. Из них 69% были доброкачественные, только 10%, где-то 11% были злокачественные. И среди этих опять большинство находились в околошной силеной железе. Большинство из них были пилиморфоаденомы и аденосисты карсиномы. То есть опять данные все об этом говорят, что самые распространенные опухоли, которые находятся в силеных железах, это вот эта группа. Но это не означает, что другие не встречаются, другие тоже есть. Это гистологически доказано, и многие авторы есть, работы есть, которые показывают такие данные. В общем, в Ираке мы можем говорить, что самые распространенные вот это место, где эти опухоли случаются, это околошной или паротет. Самые распространенные доброкачественные, это полиморфоаденомы и уартенс. Самые распространенные злокачественные, это аденосисты карсиномы и микроэпидермоид карсиномы. Здесь вот такой интересный момент, это чисто для клиницистов, для хирургов, вот такой важный момент, который надо помнить всегда. При презентации, то есть клинической презентации вот этих опухолей, доброкачественные, злокачественные, они очень похожи друг на друга. Только один третий из злокачественных опухолей, у них могут быть какие-то клинические проявления, похожие на злокачественность в виде растения в коже или неврологические какие-то дефициты или увеличение лимфоузлов. Остальные, они очень похожи друг на друга. Как важные моменты хирургические, вот планирование, когда человек думает о хирургии. Человек должен думать, я имею в виду всех хирург, которые занимаются челсенцевой или другие лоры, любой, который занимается слюнях желез, надо думать, когда планируют для операции, неважно он доброкачественный или злокачественный, он должен аккуратно и серьезно подойти к этому вопросу. И причина вот такой серьезности именно заключается в том, что до сих пор по данным, зарубежным данным и нашим, никакие исследования не могут вам сказать именно, когда это злокачественные или когда это доброкачественные. Они всегда находятся. Примером этого, возможно, это полиморф одинома. До сих пор мы часто оперируем его, мы к ним относимся как доброкачественные, и через какое-то время появляется, что он злокачественный уже превращается в качественного эксполиморфа одинома. То есть здесь границы особо. При исследовании мы не можем точно сказать, да, есть какие-то исследования, да, есть какие-то признаки, как ребята напомнили, все это сказали. Но не всегда это встречается, поэтому надо серьезно к всему относиться и это иметь в виду, когда делаем. Сказали про УЗИ, насколько УЗИ играет роль именно в диагностике. В одном из Systematic Review, многие Systematic Review говорят, что УЗИ такой серьезный ролл не играет, чтобы отличить именно доброкачественные и злокачественные. Но один Systematic Review говорит, что если УЗИст, это он сам хирург, голова и шеи, то есть он сам этим занимается, то есть понимает с точки зрения хирургии и все остальное, и хорошо владеет УЗИ, тогда где-то на 95% он может точно сказать. Настолько это верно, я не знаю, потому что они УЗИст и не занимаются. Но для меня это было такое удивление, вот, то есть настолько доверяют УЗИ, даже пусть будет хирург делать, но такие данные вот это есть. С другой стороны, почему мы должны серьезно относиться именно к хирургии на этих железах, это просто потому что часто встречается после таких операций осложнение, причем большинство этих осложнений, они серьезные, они в виде повторной. Повторные появления опухоли, допустим, околоушные, я здесь говорю, повторные, это для хирурга, это как дизастер. Почему? Потому что место полностью разрушается, где-то на более 60% ты повредишь нерв, возможность такой есть. Ты не можешь контролировать территорию, это означает для хирурга, это не операция, всего лишь попытка. Поэтому рекеренс, повторные появления, это дизастер для хирурга. Второе, это как нервный дефицит, то есть, слава богу, у меня еще не было в практике, что у меня были пациенты с этим, но мои друзья, у них были случаи с дефицитом нерва, и они, и пациенты, они оба страдают, не знают, что делать. Поэтому это серьезно, это не так, особенно если мы говорим, что большинство этих опухолей, это у девушек, у женщин появляется. Это очень критично. Дальше, салайвари фисчуля. Ребята сказали, доктор Мав сказал, что фисчуля, это один из капризных вещей, которые хирурги вообще не любят. Я его не люблю, не хочу видеть и не хочу, чтобы ко мне пришли, но бывает, что. Дальше, Фрейс синдром. Фрейс синдром часто встречается, когда хирурги убирают поверхностную часть околочной селены железы. Такое бывает, если они полностью не соблюдают протокол такие операции. И не могу сказать, что это совсем серьезно, как осложнение, но мучительно для пациента. Поэтому тоже надо иметь в виду. Как диагностический критерион, мы знаем, прежде всего это анамнез, это клинические finding, sign, symptom, что у нас в руках, что мы видим. Обычно при опухолах околочной, если мы говорим, чаще всего мы слышим то, что там какой-то узел, но медленно растет. Это больше всего мы видим. Но и бывают быстрорастущие, но и бывают и боли, бывают с двух сторон, вот так и все бывают. Но в любой момент, когда вы слышали пациента говорить о боли, надо уже серьезно относиться. Потому что боль, либо это злокачественность, в первую очередь, это злокачественность приходит, либо это воспаление, wardens tumor, которое тоже происходит и случается, и тоже, возможно, перепутает всю картину полностью. Вот поэтому относиться надо серьезно к этому. Дальше, альтрасаунд, как я уже сказал, и с ним, конечно, пункции. Пункции, это самый распространенный метод, сайтологи, не знаю, как в России, но у нас это самый распространенный. То есть мы делаем пункции, и на основании этого дальше решаем, как делать операцию. МРТ или КТ, это уже, наверное, зависит от заведения. Конечно, больше всего и все протоколы и систематографы говорят, что МРТ лучше, чем КТ. Но в нашей практике, у меня там в центре, я больше требую КТ, чем МРТ. И причина такой, именно как наши радиологи хорошо, именно чего владеют лучше. Я знаю, что они очень хорошо занимаются КТ, чем МРТ. Поэтому я требую КТ, они более точно мне говорят. А когда МРТ, там какие-то вот это начинается, и у меня начинается внутреннее вот это волны, а я это не хочу. Хочу, чтобы кто-то с уверенностью мне сказал, это вот так. Дальше, frozen section, конечно, если нужно будет при операции. Я знаю, в России это как нормальная практика, это делается. Я был участником такой операции, но у нас уже патологи, уже не знаю, почему-то они хотят это делать. Мы не занимаемся этим. Гистопатологический вот этот экзамен, это самое серьезное и самое последнее решение про диагностику. То есть от него все дальше, дальше этап, это все зависит от него. Поэтому надо выбрать нормального гистопатолога, который действительно хорошо, вы уверены, что он хорошо знает. Потому что все зависит от него. Как техника операции. У нас известны несколько методиков операции опухолев слюня железы. Первое это инъекуляция. Второе это экстракапсула диссекция, экстракапсулярная диссекция. Дальше, partial superficial parotectomy или частичная поверхностная паротectomia. Дальше полностью поверхностная доля паротectomy убрать, если паротедо убрать. И последнее, total parotectomy. Здесь, когда мы говорим про методику операции, и сразу же к ним есть группа осложнений. Или группа вот этих complications, которые могут случиться именно с методикой, которую выбрал. Если мы говорим про инъекуляцию, инъекуляция это в 20-30-х годах это была мода. Это все хирурги это использовали. Но потом доказано было многими авторами, что инъекуляция это есть причина, повторное проявление, даже доброкачественных. Не говорим об злокачественных. Поэтому в данный момент все меньше и меньше инъекуляции делается. И не рекомендуется, чтобы сделали инъекуляцию. Если мы говорим про частичное удаление паротеда, допустим, так называемое частичное поверхностное удаление паротеда, то тогда повторное проявление и повреждение нерва, а невозможное осложнение. Если мы говорим про полностью убрать поверхностную часть или поверхностную долю паротеда, тогда фрейс синдром, салавери фисчула, фейс дисфигерейшн, изменения в лице, особенно если мы говорим про женщин, они являются группой осложнений, которую хирург должен ждать после операции, которые могут случиться. Тотал парадектомия, в большинстве случаев, это нерв дамедж, это повреждение нерва, в большинстве случаев. Дальше это всего лишь дисфигурация лица. Есть классификации Европейской ассоциации слезных желез, они определили именно, что им было легче говорить, не было вот таких словарь, как я только что сказал, частично, поверхностно, вот это все сложновато, они сделали критерию, 4 класса они определили. Первый класс это когда частично верхнюю часть поверхностной доли убираем. Дальше, когда мы убираем нижнюю часть, опять поверхностную долю. Дальше, третий класс это когда мы убираем нижнюю долю, только глубокую часть паротеда, а четвертый, когда мы убираем верхнюю часть, глубокую часть паротеда. Вот эта классификация сейчас как мода, больше всего используется среди хирургами, они практикуют, и многие организации хотят, чтобы именно была вот так договоренность, потому что у нас разногласия по разговору часто бывает, что я так говорю другому, не понимают о чем я говорю, а когда такая классификация легкая, будет легче договориться и понимать друг друга. Когда мы говорим Superficial Paratectomy, это означает класс 1 и 2, когда говорим Total, это класс 1 и до 4, полностью. Мой выбор, обычно я делаю для доброкачественных, здесь я говорю, конечно, доброкачественных опухолей, я делаю Superficial Paratectomy. И чем обоснованно, это прямофоаденома и Уартенстюмер, я сказал, что они сами распространены, и у нас, и везде. И в моей практике часто я их вижу. Если мы говорим про Уартенстюмер, то confusion with malignant one, то есть для меня и радиологи, и гистологи, они могут перепутать диагностику, поэтому я не могу просто рассчитывать то, что гистолог или радиолог сказал, что это, по-видимому, это доброкачественно, я не могу так рисковать, потому что многие говорят, что это именно место перепутания. А полиоморфоаденома, это единственный опухол, который доказан, что где-то на 3,3% он превращается в карсинома и эксполиоморфик аденома, остальные не доказаны, каким образом. Это в первую очередь они доброкачественные, потом превращается, но вот это, он бывает, что доброкачественные, потом только начинается вот эта злокачественность. И 3 на 3, и обычно через 5 лет. Вот такие данные существуют. Поэтому здесь лучше страховаться, чем рисковать в жизни пациента. А если мы говорим про других опухолях, видах опухолей, они все агрессивны, и поэтому я как хирург, я не могу быть с ними добрым. Я тоже должен быть агрессивным. Поэтому и с ними тоже я так и поступаю. Накеты. Накеты. Не знаю, почему это не работает. Ну ладно, не надо. Вы можете смотреть на кеты, это Ольга Германевна лучше нас видит. Прекрасно вот так выглядит опухол. Видно, то есть даже хирурги могут это читать, что это опухол. То есть здесь для того серьезного и ничего сложного нет. Вот, сказать, прочитание. Но если потом мы переходим к такие тонкости, которые ребята рассказали в МАРТ и другие, тогда тонкости это уже не к нам. Если мы про МАРТ говорим, то они уже вам показали множество видов, и вы можете видеть, каким образом МАРТ намного лучше показывает прорастание опухоли именно к краям. Допустим, вот здесь, может, к краю уже пошел или в углу, или дальше. То есть признаки именно на МАРТ, которые можно видеть, прежде злокачественность намного больше, чем на кеты. Обычно при операции на околочных слюнных железах, на околочных слюнных железах, думаю, везде, в всем мире используется Blairs Incision, Modified Blairs Incision, и Unleasy Ace, по-разному называется. Это больше всего практикуется, и это хороший доступ дает к опухолю. Важный момент при первой операции, во всех протоколах почти написано, и наши профессора, наши хирурги говорят, что когда вы делаете первую вот эту как бы диссекцию кожи и подкожные клетчатки от опухоли, вы должны быть очень аккуратны, потому что это очень важно, чтобы вы не зашли в опухол, не зашли в гланд, а просто прошли под кожей. Вот такой важный момент есть, потому что вот это два случая, допустим, здесь вы можете видеть, что опухол особо не видно, а на другой, видите, уже опухол совсем близко, то есть любое движение может уже повредить капсуле опухол, а это уже означает процедив. Поэтому при первой, вот это надо очень дать этому хорошее внимание. Когда мы говорим про идентификацию ствола, лицевого нерва, то есть стандарты, то есть здесь особо переживать не надо, есть стандарты, есть стрянуклеидомастеиды, есть постириобелевдайгастрика, есть антиритрегл, поинт, есть куча вот таких ландмарк, которые они фиксированы, они на своем месте, они не меняются. Торопиться здесь не надо. Дайте сколько времени нужно, только потому что это самый главный шаг в вашей операции. Как вы определили стволом, дальше уже легче. Интегрити в тюмор капсул. Много напомнилось про вот это именно сохранение капсулы вокруг опухоли. Почему сказать, что инъекуляция не подходит, потому что ребята, когда делают инъекуляции, они стараются внутрь повторной капсулы убрать опухол. Бременами не оставляют даже вот этот патологический капсул у этого, у тюмора. Это плохо. А это сохраняет полностью, чтобы хирург был далеко от капсула. Это очень важно. Допустим, на этом случае, вы видите вот так опухоли, видно? Мы не близко ни к капсулю самой патологии, и ни вот этой ткани, фиброзной ткани, которые окружают этого капсула. Мы полностью убрали все вместе. Вот здесь видно. Вот опухоли полностью видно. По анатомии мы слышали, и часто я только что повторил, что поверхностные доли, глубокие доли слюни железа, на самом деле не всегда в хирургии, при хирургии вы видите вот так четко определены поверхностные доли и глубокие доли. Не всегда. Вот, допустим, здесь мы можем видеть, здесь на этой экране, на правой стороне, мы можем видеть, как фиброзная ткань, это как капсула, отделяет поверхностные доли от глубокой доли. Вот это можно видеть. Но на следующий, смотрите, где вот так, я не вижу такие фиброзные ткани. Чисто мы шли по нерву. Нерв для нас был ландмарк, который определил это поверхностно, это глубоко. И мы разделили гланд. То есть не было вот таких четких разделений. И вот такие вот проявления где-то 20% бывает. Вы слышали, наверное, Davis Classification. Davis сделал, кроме вот этой 5 ветвей лицевого нерва, Davis еще делал классификацию другой, которая между этими ветвями и есть другие connection между ними. Но даже по классификации Davis не всегда мы можем видеть именно вот такой. То есть разнообразие бывает. Вот смотрите на вот такой лицевой нерв. Я вот это открыл, открыл, пошел. Я думал, что вот там будет разделение. Потом снимаю гулант, вижу внизу еще один нерв. А оказывается, что это на самом деле это есть Cerviaco Facial. То есть Cerviaco Facial здесь он уже как побочные ветви идет, а не как основной. А на самом деле наверху где-то вот этот Temporo Facial он разделяется, он будет как основной. Вот это мои случаи, которые я сам оперировал. А здесь вы можете прекрасное разветвление между двоих. Cerviaco Facial и Temporo Facial. Сначала, сразу после ствола, где-то на сантим не поднимается, сразу он разделяется. То есть все по стандарту. Но не всегда стандарты можно видеть. Временами мы делаем операции по удалению слюни железы, именно как часто, как входит в операции чистки шеи головы и шеи, когда у нас есть SCC, плосклиточный рак. Вот. Временами мы такое делаем, но возможно так так. Допустим, здесь у нас был вот такой огромный опухол. Мы делали чистку полностью и мы закрыли. И потом пациенту отправили дальше к онкологам, и они начали лечить его как надо. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Ну, буквально один вопрос, если есть, потому что, да, регламент у нас. Да, пожалуйста. В каких случаях выполняете щелокий тип операции? При раке. В каких случаях вы удаляете глубокую долю железы? Ну, глубокая доля это удаляется, когда злокачественный опухол. Если узел локализован в наружной поверхностной части, вы глубокую долю всегда удаляете? Пошли, да. Потому что, когда он глубоко, мы не можем контролировать именно, насколько он глубоко идет. И я забыл напомнить, что именно в околочной железе доказано, что более 20 лимфоузлов есть. Эти лимфоузлы, они очень активные, они берут из разных сторон. Поэтому, если мы говорим, что злокачественный есть в поверхностной доле, это не означает, что эти лимфоузлы, они чистые. Поэтому лучше это полностью вот это убрать. Но если он действительно видно, то, что он находится в поверхностной доле, таким образом мы можем сохранить лицевой нерв. Но если мы видим, что уже прорастание, где-то мы видим, замечаем, что какие-то изменения в лицевой нерве, надо уже пожертвовать лицевой нерву и отрезать. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok